Всем привет, мои дорогие друзья! Я рада вас видеть на моем канале. Меня зовут Карина, здесь я говорю о парфюмерии, но в данном ролике я хочу помимо 5 новых ароматов, о которых я вам еще не рассказывала, показать также немножко покупок одежды, обуви и косметики. Я думаю, что нам, девочкам, всегда это интересно, но вдруг кому не интересно, я поставлю тайм-коды. В любом случае, все товары, которые я показываю, они будут размещены по ссылке одной единой, которая будет ввести на Ламода в мой виш-лист. Там собираю все товары, которые показываю в видео. Также напоминаю, что на сайте Ламода есть промокод 15%, мой именной Алиса Блэк. Он, кстати, часто работает на бренды, на которые не действует скидка по программе лояльности, поэтому проверяйте, смотрите. Ну и, конечно же, на сайте Ламода постоянно идут какие-то скидки на определенные разделы, на определенные бренды. Для нас, парфю любители, я обращаю внимание на раздел красоты, там и нишевая, и люксовая парфюмерия, косметика, уход, все-все, что только там нет. Короче, вы там можете найти реально все, что угодно. И также мониторьте, потому что часто на раздел нишевой парфюмерии тоже бывают хорошие скидки. Итак, вроде бы всю полезную информацию я озвучила, и начинаю я с аромата очередного Вильгельмчика 50 мл. Снова я приобрела на Ламода, и это аромат Back to the Rose. Кстати, друзья, я сегодня пятерку ароматов, которые вам буду показывать, это ароматы не слепые покупки. Я их тестировала перед приобретением. И после Вильгельма я вам покажу 4 аромата одного бренда, в который я просто влюбилась. Поэтому, друзья, если у нас с вами совпадают вкусы, советую внимательно смотреть этот ролик, потому что там ароматы вот настолько мои-мои. Просто дайте все, я хочу вот так вот в рядочек их поставить. Я себе приобрела 4 аромата, но еще, наверное, столько же у меня в хотелке. По мере возможности буду их приобретать. Ну ладно, начнем мы именно с Вильгельма. Стандартная коробочка, все как обычно у них. Я уже рассказывала, что этот бренд нужно тестировать правильно. Ни в коем случае не нюхайте его вот так, не подносите близко сразу после распыления блотер. Потому что они очень едко, даже ядовито всегда пахнут. Если вот так вблизи их нюхать, их обязательно нужно нанести на себя и пойти погулять. Желательно не смешивать его с другими запахами. Ну вообще, эти-то правила работают для всех, наверное, ароматов. Но для Вильгельма это особенно, особенное правило. Когда в магазине я его только распылила, мы с мужем были тогда, и мы вместе просто сразу сказали морковный сок. Настолько это натуральный запах морковного сока и морковной ботвы, вот этой вот верхушечки. Очень натуралистично пахнет, по-природному пахнет. Вообще, этот аромат я могу назвать зеленым природным ароматом в своем звучании. Здесь много нот, которые отвечают за это. Посмотрите, там белый чай, там Петит Грейн, там у нас Гальбанум. Но хочу сказать, что Гальбанум часто в ароматах дает именно такую злобную зелень, хищную, ядовитую. Знаете, такой оттенок каких-то злых сорняков, крапивы. Здесь ничего такого нет, здесь зелень не горчит. Петит Грейн, он часто дает такого мужичка одеколонистого. Там, где бывает эта нота, бывает такой зеленый оттенок, чуть-чуть с одеколонистым моментом, такой ассоциацией бритых щечек, здесь такого тоже нет. Ну, белый чай, белый чай, я не помню, он, по-моему, в поле. Вот немножко зеленая нота, да, перекликается с раскрытием, дорогой поле, кто знает этот аромат. Вроде бы Ангелика, да, есть. Я посчитала, что Ангелика дает аромат зелени и мокрой земли, мокрой почвы. То есть уже у нас рисуется такой большой зеленый блок, но одновременно в этом аромате также есть много мягкости. Фиалка, корень ириса, потом у нас здесь сандал, амбретто заявлено, это тоже мягчайшая прекрасная нота. В общем, аромат, он сначала стартует свежо, вот таким морковным соком, какой-то ботвой, какой-то зеленью без горечи и без одеколонистости. А потом он остается, вот даже по нотам я вам не распилю, я вроде бы их перечислила, но сказать, что пахнет фиалкой сандалов я не могу. Остается просто очень приятный, свежий, современный, классный аромат. Единственное, возможно, это мои личные какие-то ассоциации, но когда я в нем хожу, вот буквально через часа полтора-два, он мне почему-то в шлейфе напоминает аромат, который снят, который у меня есть. Это Bulgari Indian Garnet. Я не знаю почему, я смотрю на пирамиды, пирамиды вообще разные, но вот в шлейфе я слышу это. И, наверное, стоит еще отметить, что Indian Garnet, я всегда говорила, что я там слышу морковную бутву, морковный сок, может быть, поэтому. Но, в общем, вот такой вот у меня получился обзор на этот аромат, он классный. Почему-то очень мало на него отзывов на фрагрантики, я открыла, там буквально два человека только поделились впечатлениями, а зря. Идем дальше, и вот он, тот самый бренд, где я хочу просто половину того, что представлено в магазине. Это у нас марка Primordialis. Я прошу прощения, если вдруг что-то неправильно буду произносить. И там три линейки, черная в прозрачных флаконах и белая линейка. И я очень долго игнорировала эту марку. Мне казалось, что это какие-то клоны очередные, что там много мускусов и амбра дерева. Я не знаю, откуда у меня эта информация, может, мне кто-то так написал, или, может быть, по-моему, консультант мне так сказал. Консультант мне тогда говорил о черной линейке. Хотя потом, когда я перетестила, после ваших ответов, что Карина, никаких там мускусов, ничего нет, и что, иди потести, это шикарные ароматы. И я потестила, действительно, никаких мускусов, амбра дерева там нет, просто шикарной композиции. Поэтому всегда нужно идти и самой тестировать, и никого не слушать. В общем, марка французская. И хочу сказать, что здесь действительно прослеживается то, как делают французские бренды, свои ароматы. Это композиции не кричащие, не орущие, достаточно аккуратные, политкорректные. При этом очень женственные, очень красивые, тонкие, изящные, благородные, хорошо качественно звучащие. Поэтому эту марку, друзья, прямо рекомендую пойти затестить, у кого особенно со мной совпадают вкусы. И началось мое знакомство с этой маркой, с аромата Плюмерия. Этот аромат попал мне в виде от Леванта, от одной моей зрительницы, огромное ей спасибо, если она меня смотрит в очередной раз. И я уже забыла, что, оказывается, этот аромат я как-то хотела даже купить слепой, потому что мне понравилось, что этот парфюм посвящен русскому балету. И я люблю очень уходовую тему, пудрово-кремовые ароматы, вот эта тема балет, балерины, театр. Это вот моя тема, то есть мне интересно, как это передается в парфюмерии, поэтому я тогда его хотела купить, но что-то не рискнула. По-моему, как раз таки, потому что мне попали на глаза вот эти вот высказывания о марке. Все коробочки выглядят одинаково, то есть название написано только на чехолочке сверху. И все флаконы тоже выглядят одинаково. Они немножечко странненькие, эти флаконы. И сейчас, когда у меня уже много ароматов и все, что было в магазине, я затестила, могу сказать, что вот эта белая линейка во всех практически ароматах присутствует, несмотря на то, что вроде разные ароматы, но во всех них присутствует уходовый момент, такой припудренно-кремовый. И также присутствует легкий-легкий десертный нюанс. Вот во всех ароматах, которые белые. Итак, плюмерия это кремово-пудровый парфюм, который стартует сначала так плотно. Это, кстати, сегодня мой аромат дня, правда у меня тут уже Вильгель на второй руке получился. Ну, в общем, аромат стартует кремово-пудрово, достаточно плотно, но не уходит в какой-то жирный ее прогорклый крем или старую мамину помаду. То есть это что-то посередине, но действительно это ассоциация с косметикой, с уходом это 100%. И здесь больше акцент на пудровости, нежели на помадности. Помадности практически нет, больше пудра и крем для тела. Потом аромат становится нежнее, нежнее, нежнее. В нем присутствует сладинка и вишневость. Я не помню сейчас наизусть пирамиду, но вставляю, как обычно, сюда. Если тут есть гелиотроп, то часто мне гелиотроп дает вишневые нотки. Также может иногда миндаль маскироваться под вишневую косточку. Ну, корица, но здесь корицы я помню, что точно нет. Получается такой легкий вишневый конфитюр. И когда в самой-самой базе аромат уже усаживается просто каким-то нежнейшим коконом, остается эффект молочка для тела с вишневой такой сладинкой. Прекрасный парфюм, если любите такую тематику. У меня это флакон 100 мл, у бренда есть еще флакончики 50 мл. И на бренд была очень хорошая скидка, акция на сайте Ламода. Как раз я выбирала себе там одежку, заглянула очень удачно, смотрю, такие классные скидки. И вот я взяла плюмерию, потому что у меня на руках был отливантик. И он мне очень понравился. Аромат номер 2. Это уже то, что я пошла тестировать целенаправленно после такого удачного знакомства с брендом. И перетестив все ароматы у нас в магазине, несколько дней я делала заходы. В итоге вот, пожалуйста, еще плюс 3 аромата. Механик, интуитив. Это уже у нас прозрачная линейка, как сказала девушка-консультант. А здесь альдегиды. Но, посмотрев пирамиды, я скажу, не во всех ароматах тут присутствуют альдегиды на самом деле. Но во многих ароматах действительно они есть. И это те самые современные альдегиды, которые не дают скрипучести, какой-то строгости, а просто освежают ароматы, добавляют какого-то даже морозного воздуха. Вот такое прочтение альдегидов мне безумно нравится. Больше озоновости, наверное, получается с этими альдегидами. Но ничего возрастного они не добавляют в аромат, что очень хорошо. Итак, механик интуитив. Он мне очень понравился сразу там, на блотере. Это красивый, дорогой алкоголь. Опять же, с оттенками дубовых бочек, с оттенками сухофруктов. Какой-то здесь сливы, вишни. Здесь это тоже можно уловить. В принципе, тема достаточно понятная. Как вы знаете, таких ароматов вагон уже и маленькая тележка. Сразу вспомнилась Бараона, потому что там тоже очень ярко звучат дубовые бочки. Однако, я все-таки, как вы видите, его приобрела. Почему? Потому что для меня это самый прохладный алкогольный аромат. И этим он меня сразу зацепил. Я не смогла без него уйти. А в самой базе у него появляется красивая, дорогая, тонкая, светлая кожа. Как будто это белая кожа, либо какого-то пудрово-розового цвета, бежевого цвета. Как сказала девушка-консультант, очень мне попалась девушка подкованная, которая сама носит также ароматы этого бренда. И она сказала, что у нее тоже есть этот парфюм. И когда они ехали с мужем в машине, их остановил гаишник. И он подумал, что внутри они там распивают какой-то коньяк. Начал принюхиваться, у вас тут коньяком пахнет. И потом ему сказали, что нет, это парфюм. Вот, смотрите, смотрите. Поэтому, конечно, это максимально алкогольный, очень красивый, дорого звучащий аромат, в котором алкоголь холодный. Поэтому, если вы хотите чуть-чуть разнообразия на эту тему, где не сопровождается это какой-то там корицей, каким-то сахаром, не знаю, что там часто, каким-то сандалом, там теплыми деревяшками, то вот, это очень стильно, это очень круто, друзья. Присмотрите, стойкость тоже очень хорошая, шлейф имеется. Тонко, благородно звучит, просто супер. Что ж, идем мы с вами дальше. И третий аромат, это мимоза. Мне еще понравилась магнолия. Я еще хочу потестить розу. Вот розу я как-то проигнорировала, думаю, что зря. Потому что я подумала, ну розы, как бы у меня этих роз. Нет, прям вернусь и обязательно еще потестю. Я думаю, мне розы тоже зайдет. Туберозу тестировала у них, еще у нас не было чумпаки. В общем, есть у меня еще пробелы в этом бренде. Мимоза. Я много мимоз себе купила. Ну, относительно много. Просто их на рынке, в принципе, немного. Но из того, что есть, я купила прям несколько. И вот очередная мимоза, которая не совсем про мимозы, друзья. Я уже немножечко о нем рассказывала, по-моему, в каком-то ролике. Или в формате дня я просто рассказывала. Я уже забываю, где я что рассказывала. Но, если вы хотите вот натуральную, вот эту весеннюю мимозу, природную, размешанную ветерком, это не сюда. Это вам надо Труссарди попробовать. Это вам надо Веронику Кабай, мимоза в воздухе. Если хотите летнюю мимозу, то в следующем ролике я буду вам показывать шикарную мимозу с соленой ванилью. Эта мимоза, это сестра Blossom Love Amoage. Здесь есть пыльцовость, здесь есть вот эта вот, ну не то чтобы пыльность, пудровость. Все-таки больше пудровость, пыльцовость. Вот эта плотность, вот эти пестики, тычинки на лепесточках. Это цветущий сад, где много-много всяких цветущих деревьев, ну и мимоза там тоже есть. Плотный, густой и снова с каким-то десертным оттенком. И снова немножко вишневым десертным оттенком. Вот эта нотка с каплей сладкого амаретта объединяет многие ароматы из белой линейки. Поэтому очень много для меня пересечений с Blossom Love. Цветущие деревья, сладкая амаретта, пыльцовость, пудровость, плотное звучание. Я думаю, что в дальнейших своих видео, коротко я этот аромат буду описывать как 85% Blossom Love Amoage, куда немножечко, вот 15% добавили амуажерской мимозы. Ну и самый крутой аромат я оставила напоследок, это Moment. Это настолько прекрасный, чистый, звонкий, какой-то хрустальный, озоновый аромат ледяного ветра. Это невероятно женственный парфюм. Здесь есть и нежность, женственность, что-то такое легкое, утонченное, благородное. И в то же самое время здесь есть элемент чистоты, свежего воздуха, горного воздуха. В общем, друзья, просто идти тестить. Описать мне его крайне сложно, но те, кто доверился, уже купили себе и наборчики, и флакончики. И уже написали, Карина, вау-вау, супер-супер-пупер аромат. Да, я забыла сказать, я сказала, что есть 50 и 100 миллилитров. Я забыла, что у них еще же есть наборчики. Причем наборчики такие, знаете, что вы можете заказать, где один аромат, три такие пробирочки, да, travel формата, одного аромата. А можно заказать сборные, где три аромата, три пробирочки с тремя разными ароматами. Поэтому очень предусмотрительно. От бренда я вообще хвалю, когда марки так вот делают, что можешь в небольших количествах познакомиться, брать с собой. Это очень удобно. Я сегодня даже в честь этого аромата вырядилась в приблизительно лавандовый оттенок. Я надеюсь, что вы оценили. Друзья, если вообще говорить за ноту лаванды, то здесь она интерьерная скорее. Не такая, как мы привыкли ее слышать. Здесь нет ощущения там вот этих средств по борьбе с молью, да, лавандовыми какими-то мешочками. Нет, одеколонисты, как я сказала, здесь тоже нет. И в принципе я бы ее, наверное, даже и не сразу бы угадала. И в магазине я ее не угадала, когда тестировала парфюм. Единственное, я помню, что я так замерла, потому что аромат показался мне очень необычным. То есть таких нот, такого сочетания нот я нигде не встречала. И я так немножечко зависла. И девушка-консультант такая, да, это странный, это странный аромат. Вот этот, вот этот, обратите внимание. Но на самом деле я замерла как раз таки не с вопросом, что за фигня, а с восхищением, что это что-то, что меня смогло удивить. И потом, когда аромат раскрылся, это просто нужно поносить, это нужно на себя нанести, это нужно попробовать. Вы удивитесь, насколько он красиво, женственно, чисто и современно, при этом холодно пахнет. Очень крутой парфюм. Друзья, я считаю, жемчужина сейчас среди парфюмерного мира. Просто обратите внимание, мои огромные рекомендации присмотреться к этому парфюму.